Приветствую вас! Ваша проблема заключается в том, что вы подстраиваетесь под других людей постоянно, ну, по крайней мере, с теми людьми, которые для вас важны, вы подстраиваетесь под них, вот, и, соответственно, не имеете своего мнения, да? Значит, смотрите, существует несколько аспектов, на которые можно обратить внимание при исследовании вашей проблемы. Первый аспект заключается в том, что вы говорите, что ведёте такую вот, ну, ведёте такую политику, мимикрирующую, да? Только с теми людьми, которые, ну, вот, вам важны. При этом с другими людьми, на которых вам плевать, вы себя так не ведёте. Из этого я делаю вывод, что имеет место быть опыт. Опыт именно взаимодействия с важными людьми. То есть, где-то, как-то, у кого-то вы этому научились. И, на мой взгляд, важно, чтобы вы вспомнили самый первый раз, когда вы решили так поступать. Скорее всего, это были родители. И, скорее всего, эти самые же родители внутри вас говорят вам о том, что вы, ну, должны вести себя как-то иначе, что вы не должны вести себя так, что вы, ну, должны нравиться, а для этого не должны иметь своего мнения. Ну, тут 50 на 50, да? Тут либо это родители, либо какие-то ещё другие значимые фигуры в вашей жизни. Вот. Это нужно, в общем, понимать достаточно хорошо. Вот. Соответственно, от кого идёт подобное научение, да? От кого идёт подобная модель поведения? Кто одобряет эту модель поведения у вас? Кто считает её хорошей? Кто считает её правильной? И кто, как бы это сказать, да, значит, поддерживает её у вас? Вот. Кто подпитывает вас? Вот. Это первый момент. То есть, с этим нужно разбираться, анализировать и отслеживать, когда это происходит, и, собственно, понять, во-первых, чего хочет человек сам, то есть, какую цель он преследует в данном случае, в данном аспекте. Вот. Ну, то есть, ну, что стоит за его такой вот политикой по отношению к вам, да? Вот. И, соответственно, нужно будет обязательно постараться переделать его пошель, да? Ну, то есть, тут с этим нужно разбираться. То есть, чего хочет важный для вас человек тот самый первый? Какая у него, собственно говоря, цель, какая у него, собственно говоря, установка на ваш счёт, что ему нужно. Вот. И, собственно, это вот и требует всяческого исследования, потому что по-другому в проактивном случае ситуация будет складываться для вас очень негативно. Вот. Значит, это первый аспект. Аспект. Это аспект, значит, детско-родительских отношений. Или аспект, ну, скажем так, предписания. Второй момент. Это момент такой, что вы боитесь того, что вас подумают люди. То есть, произойдёт что-то страшное, если вы сделаете, ну, что-то такое, что людям, ну, будет как-то неприятно, да? Или что-то в этом роде. И, на мой взгляд, это также требуется выяснить, что именно, чего именно вы боитесь. На мой взгляд, здесь имеет место быть страх одиночества. Вот. И, соответственно, если вы действительно боитесь быть одна, то я полагаю, что проблема здесь в том, что вы не принимаете себя такой, какая вы есть. Вот. И, соответственно, здесь нужно исследовать, что именно вы в себе не принимаете, почему и, опять же, кто внушил вам, что у вас не должно быть тех или иных качеств, кто внушил вам, что вы не должны... обладать теми или иными характеристиками, вот, чего этот человек хотел для вас, например. Значит, и параллельно с этим нужно менять ваше отношение к этим качествам. Вот. Это такой аспект, да? То есть, качество меняется как? Вы выписываете свои отрицательные качества, которые вы считаете, ну, те черты, которые вы считаете отрицательными. Те черты, которые вы считаете у вас не должно быть. Вот. Вы их выписываете, а после этого аргументируете, почему вы считаете их отрицательными. После этого вы определяете вред, который наносится вам, ну, благодаря, скажем так, реализации этих качеств. После этого, насколько этот вред значим для вас, насколько он именно значим для вас, насколько силен его негативный эффект, именно для вас, опять. И уже после этого вы формируете положительные, положительные стороны вот этих самых качеств. То есть, что за положительные стороны могут быть у данных ваших проявлений. Вот. И таким образом, да, и тоже аргумент. И таким образом будет меняться ваше представление об этих качествах, о себе, что позволит вам, соответственно, принять себя и, во-первых, чувствовать себя более комфортно наедине с собой. Во-вторых, больше, вероятно, себе доверять и больше чувствовать именно гармонию с самой собой. Далее, значит, следующий аспект, который, ну, можно вам сказать, да, это аспект цели. То есть, если вы говорите, что действуете определенным образом только с людьми, важными для вас, то я полагаю, что вы же преследуете какую-то цель. То есть, вы преследуете какую-то цель с этими людьми. То есть, все это делаете вы для того, чтобы что-то получить, скорее всего, взамен. Ну, что-то для себя выиграть, что-то для себя приобрести. Вопрос в том, что это и почему на данный момент это что-то, чтобы, чем бы оно ни было, находится в прямой зависимости от людей, которые находятся рядом с вами, грубо говоря. Понимаете? Понимаете? Да? Ага, я надеюсь. О чем идет речь? Сейчас. То есть, есть люди, есть цели, есть ваши средства, которые вы используете для того, чтобы достичь своих целей. Вопрос в том, что это за цели и, как я уже сказал, почему вы ставите эти цели, значит, в зависимости от других людей. И как бы сделать так, чтобы эти цели все-таки от других людей не зависели? Лучше бы совсем. То есть, чтобы совсем не зависели. Вот как бы это сделать можно было, да? Об этом тоже стоит подумать. И победительская коррекция, то бишь последний стрих заключается здесь в том, что вы, вот, попробуйте в мелочи, то есть, ну, такая тема, да, как репост и так далее. Вы можете поступить по-своему, например, и посмотрите на реакцию, на реакцию людей, да? То есть, ну, вот, смотрите, как люди отреагируют на то, что вы сделаете на то, как вы поступите. Вот. И спросите себя, если человек не принял моего мнения по данному вопросу, ну, отказался принимать моё мнение по данному вопросу, Достоин ли этот человек того, чтобы быть со мной? Достоин ли этот человек того, чтобы я была с ним? Если да, то почему? Если нет, то что же, почему? Это важно. Это, правда, очень важно для вас, если вы хотите это изменить. Ну, то есть, сделать так, чтобы вас это не обеспокоило. Но это невозможно будет сделать, если вы не пройдёте по всем этим аспектам, которые я озвучил. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Я надеюсь, что у вас всё получится. Я надеюсь, что вы всё-таки будете более сценно относиться к себе. Но обычно, к сожалению, такие проблемы не решаются без помощи психолога и без, так сказать, конкретной практики по коррекции отношений к себе, отношений к другим. Целей и, значит, своего поведения. Всего вам самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok